Друзья, вот полдесятого Дениска заехал на кофеек, а едет он с Новосибирска, с некими остановками, но с Новосибирска. Это, пожалуй, самый удачливый человек у нас на данный момент. Тебе удалось полчаса, сколько времени тебе удалось? Часика-полтора. Часика-полтора, вот это вот. Вот, ему удалось полтора часа побыть в зале суда, но там, видимо, что-то сейчас спрашивали, там что-то такое, но, по крайней мере, он был с учителем и он был с ребятами. Ну вот, давай делись теперь с нами всем этим. На Новосибирске, как мы знаем, начался уже суд, и это было второе судебное заседание, насколько я помню. И в рамках этого судебного заседания подошло время рассмотреть меру задержания, то есть будут ли они продолжать находиться в СИЗО, либо будут они находиться на домашнем аресте, как они ходатайствовали, либо на квартире. Для этого мы сняли квартиры, специально заключали договора на длительный срок. Ребята выступили, объяснили, что никуда они убегать не собираются и не могут никуда уехать, потому что и паспортов нет, и браслеты этому бы не позволили бы сделать. Ну, суд, в общем-то, принял, забегая вперед, скажу, оставить все как есть без изменений еще на три месяца. Это следующее заседание аналогичное будет до 15 января. То есть до 15 января снова будет там в январе, либо в конце декабря заседание по мере пресечения. И в рамках этой дела по мере пресечения, почему-то прицепленные деньги, которые изъяли у меня, и так совпадает, что рассматриваются этим пакетом, одним пакетом и продление меры пресечения, и продление меры наложения ареста на деньги, которые забрали у меня во время обыска. Я в очередной раз рассказал, но уже на этом суде, который другой, до этого это были апелляции, то на этом суде я рассказал очередной раз, что это деньги, заработанные мной, что в деле есть документы, подтверждающие, что у меня есть несколько бизнесов, там питомник с растениями, магазин с растениями, доходы от парков я получаю, доходы от кафе. Предпринимательской деятельностью я занимаюсь давно, и у меня есть декларация, подтверждающая, что мои доходы превышают многократно сумму, которую изъяли из моего сейфа. Но тем не менее суд пока опять же решил оставить ее. Но, видимо, деньги могут понадобиться попозже, как мы понимаем, все это сделано. Забавно как-то все. Да, но благодаря этому случайному стечению обстоятельств я действительно смог увидеть учителя, ребят, и был безмерно счастлив вживую видеть их спустя два года. Удалось поговорить хоть как-то? Ну, несколько фраз удалось обмолвиться. Обмолвиться, да. А там какой-то перерыв был или что-то? Во время перерыва, да, я подошел там, и мы чуть-чуть поговорили, пока их там выводили и заводили, но удалось немножко пообщаться. Ну, как они? Выглядят они очень бодро, такие здоровые, крепкие ребята, прическа у учителя, уже волосы длинные, не так, как мы видели ёжика раньше, красивая модельная стрижка такая, Вадик тоже, Володя, все такие здоровые мужчины. Накаченные? Ну, накаченные, нет, не видно, но такие приятные видеть их в хорошем, бодром расположении духа. Ну, то есть вы боевой настроили? Да, они, в общем-то, выглядят неудручёнными, нисколько. То есть, видимо, всё-таки они... Гимнастику делают. Да, не гимнастику, а тибетцам. Ну, что-нибудь, ну, давай, ну, рассказывай. Был там один потерпевший, вот меня очень удивило, впечатлила одна необычная история, которая там произошла на суде, сидел рядом с собой потерпевший, один из, который ни с того ни с сего стал ходатайствовать, хотя его об этом не спрашивали, не просили ходатайствовал, о том, чтобы ему изменили диагноз. И обосновывал это тем, что в рамках следствия следователи его взяли и привезли, и изменили ему диагноз в одну из клиник для того, чтобы, ну, по его версии, чтобы дело, ну, имело больше резонанс, чтобы было как будто бы больше вреда от учителя для него. И этот диагноз в худшую сторону очень сильно поломал ему жизнь, то есть он живет, мучается, ему сложнее стало с этим же диагнозом. Но как доказательство он приводил то, что предыдущий диагноз более легкий он получал несколько месяцев, то есть сдавая там справки, проходя обследование в больнице, а здесь ему сделали за 10 минут. То есть, ну, это, как он говорил, с его слов, ну, такая яркая вещь, которая никому, никого не интересует, пролистывается как между делом, но тем не менее это некие факты, доказывающие, что... То есть, я не обратил на это внимание? Ну, она рассматривала другой вопрос. Ага. А так, она не зафиксировала? Она это сказала, присаживайтесь там, ответьте все-таки на мой вопрос. А он, ему очень хотелось это сказать, он даже на листочек с ходатайством ей подал. Ну, так-то это не та инстанция, которая рассматривает такие вопросы. Да, да, да. Но я так понял, что его это очень сильно мучает в плане диагноза. Да, интересно будет, если еще какие-нибудь свидетели начнут что-нибудь такое. Но тем не менее, он называет факты, доказывающие, что следствие здесь предвзятое, и оно рассматривает не то, не объективную сторону, а всеми силами старалось доказывать то, что ребята виноваты. Искали эти способы. Угу. А какое у тебя ощущение по поводу того, что как долго будет это длиться? Просто ощущения нет, но такие какие-то размышления с адвокатами предварительные, это может длиться около года. Ну, все, конечно, может поменяться, но не сильно быстро, потому что сейчас идет стадия зачитки объединительного, потом будет стадия вызова свидетелей потерпевших, потом свидетелей с нашей стороны, а предполагается большое количество людей, которые приедут и расскажут, как дело обстоит на самом деле, и покажут, и расскажут, насколько будет, конечно, это интересовать суд. Слушай, скажи, а пришли к какому-нибудь пониманию о том, что как будет все-таки это освещаться? Как это будет? Ну, мы понимаем, что будут постановления суда, закрывающие какие-то разделы этого дела, и вот эти постановления можно будет показывать и открывать. В остальном суд закрыт, и нельзя называть фамилии. Ну да, понятно. Нельзя рассказывать, что происходит. Но могут рассказывать, делиться в письмах наши ребята, что происходит. Те, кто там бывает, могут делиться. Опять же, без фамилии, без всего. То есть просто был такой-то человек, вот так и было. Ну и будут сводки от адвокатов, что рассматривали. То есть, что происходило, что рассматривали. Они обещали нам раз в неделю отписываться, рассказывать. А как часто предполагается заседание? Ну, сегодня было заседание, то есть 15-го. Следующее, насколько я знаю, 6-го, вроде бы 6-го октября. Хотя, нет, не буду тут путать. Графика заседания я пока не знаю. Ну, хорошо, давай. Допьём чипку. Да, да, кофейку. На ночь первый раз пью. Давно на ночь не пил кофе. Да ладно тебе ещё ехать, 40 километров, выветриться. Хорошо. Ну, ладно. Ладно, спасибо. Да, кстати, вот когда я обмылся парой фраз, одна из фраз была всем ребятам передать большой-большой привет. Это вот со слов нашего любимого учителя. И также Вадик и Володя присоединились к этому привету. Здорово. Очень-очень необычно и так трепетно было его слушать. Вживую. А не на записи, как это последние несколько, два года. Взгляд тот же, голос тот же. Всё будет хорошо, ребят. Неизбежно. Неизбежно, да. Как однажды он сказал, вы обречены стать счастливым. Ну, другого пути нет. Ну, да. Ну, да. Ну, вот, ребят, вот такая вот вечерняя у нас тут получилась. Интересная встречка. Спасибо, Денис. Спасибо. Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.